здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте владыка сегодня наша передача посвящена вновь ответом на вопросы зрителей первый вопрос что такое благоговение как его в себе воспитать и как оно должно проявляться в храме и вне храма благоговение это чувство страха божия в том смысле в котором говорит говорят о нем святые отцы святый василий великий авадорофей страх божий это боязнь оскорбить бога чем-то это не страх а наказание это не не поиск какой-то выгоды знаете вот человек будет хорошим я да ему за это будет хорошо или он будет плохой его за это господь накажет а это такой страх сыновнее страх оскорбить отца как-то его обидеть его его не воздать ему того на той чести и того благоговения которым он заслуживает вот наверное так описательно можно объяснить это слово это чувство постоянного хождение перед богом в присутствии божием когда человек старается как-то вот себя постоянно вести аккуратно ответственно честно когда он все время ощущает вот это присутствие божие и даже если его не видят люди он все равно старается быть таким каким должен они таким каким он хотел бы выглядеть на людях вот это благоговение имеет много составляющих и наверно одно из основных это поведение в храме это соответствующее такое вот строгое неразвязное поведение это почтение к тем святыням которые находятся в храме к иконам мощам святым мощам к тому что происходит в храме было во время богослужения это целый наверное такой комплекс жизненных установок человека которые связаны пока повторюсь со страхом божиим и схождением перед богом спасибо следующий вопрос в житие преподобный серафим саровский раскрывает цель христианской жизни стяжание духа святого божьего возможно ли это для обычного человека в наше время мне кажется это слишком сложно и непостижимо в миру что для этого надо делать да это очень замечательное интересное учение такое преподобного серафима саровского о стяжании духа святого стяжание приобретения преподобный серафим был сыном купца и в детстве с отцом сидел в его лавке который торговал и поэтому не выйдет иногда проскальзывают такие образы из такой купеческой жизни стяжание это приобретение у него искать очень хороший один такой образ он всегда он говорит о том что человек должен что-то приобрести собрать стяжать свою душу для того чтобы иметь возможность дать окружающим так и купцы если в лавке товара не будет если они расторгуются то люди придут покупать то нечего так и человек если в сердце у него ничего нет пусто то он не может не помочь не не подсказать не ничем быть полезным для других людей ну такой вот достаточно простой образ вот стяжание духа святого это приобретение даров святого духа которые о которых говорит апостол плод духовный есть любовь радость мир долготерпение вера милосердие кротость воздержание вот эти плоды святого духа человек должен приобрести в своей жизни как он это делает конечно же жизнью церковной жизнью глубокой жизнью внимательной к самому себе и жизнью в которой главной целью человек ставит совершать добродетели стараться жить по заповедям божьим вот собственно говоря жизнь по заповедям жизнь которая наполнена вот этой вот борьбой с ветхим человеком и очищением своего сердца она постепенно и приводит к тому что добродетели как то вот приходят и поселяются в человеческом сердце это сложно даже сам преподобный серафим говорил о добродетелях тоже очень такое забавное выражение добродетель не груша ее вдруг то есть сразу не съешь на грушу сладкая сочную я вот так взял и съел сразу а добродетель это что-то другое надо очень сложно и долго ее как бы вот всаживать в свое сердце да и и поэтому это требует большого труда собственно говоря это вот он и говорит что смысл жизни христианина это стяжание даров святого духа но в миру человек в миру это можно делать не в той степени конечно как это можно делать в монастыре как это делает монах подвижник вот но все равно добродетели это они везде одни и те же и плоды святого духа которые только что перечистил названные апостолом они ведь в миру то еще более ценные чем в монастыре да представь себе рядом с нами находится кроткий мирный расположенный ко всем человек который всех любит всем старается помочь никому не завидует ни на кого не обижается и никого не обижает это же золото просто кусок вот поэтому я думаю что конечно нет тех условий которые в монастыре вот именно монастырские все сложности жизни трудности о которых ой зачем вот себя закрывать в монастырь идти то ли дело жизнь миру а вот люди уходят что-то себя мучают вот мучают для того чтобы добродетель могла вот как бы так укорениться в сердце человека так со стороны человек который обрабатывает землю копает ее баранит тоже можно сказать мучает ее зачем он ее мучает а вот здесь не мучить вот так она там не вырастет ничего кроме сорняка вот примерно так вот и и в миру тоже человек должен как-то вот обрабатывать почву своего сердца для того чтобы на нем на нем могли вырасти добродетели это не так не так удобно как в монастыре делать вот но все равно возможно следующий вопрос от зрительницы после воцерковления я стал яснее видеть грехи но не только свои но и окружающих людей подскажите пожалуйста как не осуждать и обрести любовь к людям ну видеть свои грехи это хорошо замечательный святой преподобный Петр Дамаскин вообще сказал как-то начало спасения человека это видение им своих грехов бесчисленных как морской песок и это очень точная вещь потому что чем более внимательно человек в себя всматривается чем более внимательно он анализирует все движения своей души тем яснее он видит что большинство из них если не все они или греховны или заражены грехом в какой-то степени даже то что мы считаем иногда очень хорошим и замечательным да к нашим хорошим поступком и словам и мыслям примешиваются тщеславие примешиваются какие-то меркантильные интересы и так далее а вот других людей нам заповедано не рассматривать внимательно нам сказано что вот никакого отношения к чужим грехам мы не имеем и не должны иметь мы все примерно одинаковые ну каждый каждый чуть-чуть по-своему ну все даже даже все в принципе все почти одно и то же у каждого человека вот и поэтому есть хороший такой образ сравнения да вот больницы скажем лежат у одного туверкулеза другого раку третьего там еще чего-нибудь четвертого там без ноги пятый без руки ну не будь же без ноги возмущаться тем что рядом лежит без руки у него другое но тоже тоже болезнь тоже недостаток вот а мы похожи вот так когда мы забыв о самих себе о том что наполняет наше сердце когда мы забыв об этом начинаем высчитывать чужие грехи и недостатки мы похожи вот на таких вот больных которые возмущаются друг другом не понимая что сами находятся примерно в одинаковом положении вот это неправильно и с этим нужно бороться просто на просто когда человек видит чужие грехи нужно с этим бороться и самая такая наверное фиктивная борьба заключается в том что повнимательнее смотреть на самого себя спасибо следующий вопрос задает подросток мне 16 лет и я как многие подростки люблю играть в компьютерные игры а там бывает много кровопролития вроде бы в понарошку да но управляя героем убивая других персонажей не совершаю ли я грех в действительности мне кажется что в игре я могу избавиться от отрицательных эмоций не причинив неприятностей в жизни ну это тогда есть такое мнение что вот эти все вещи стрелялки так называемые они как бы помогают человеку выплеснуть плохую энергию там всякие отрицательные эмоции да зато потом он встав от компьютера такой хороший добрый милый мальчик идет и совсем не вежлив и очень хорошо но сами понимаете смешно правда вот потому что все эти вещи они они избежно оставляют след и очень большой след в душе человека неважно и 16 или 61 если вот чем дольше больше и глубже погружен человек вот это в виртуальный мир в данном случае мир этих игр и тем более если они такие достаточно жесткие да чем это это все равно отпечатывается и человек не остается без последствий без воздействия этого и мы знаем массу примеров и еще больше примеров знают те кто профессионально занимаются с подростковой преступностью могут рассказать огромное количество случаев когда именно вот эти игры приводит к таким да все но люди особенно в подростковом возрасте вы же понимаете тут нет еще собственного опыта какого-то житейского и они они не понимают каких-то вещей да и могут сделать как бы по наружке то что они много раз видели а на самом деле взяли и или убили или покалечили и кого-то или самих себя поэтому пользы в этом никакой нет и лучше лучше от этого избавиться тем более если человек молодой человек который это пишется человек ну так сказать видимо имеет отношение к церкви какое-то вообще в жизни есть масса интересных вещей а 16 лет это время когда нужно очень много потратить усилий для того чтобы познавать мир вот нужно книжки читать нужно с людьми интересными общаться вообще много чем можно заняться в этом возрасте кроме компьютерных игр как научиться доверять богу если многолетняя горячая мольба не исполняется это приводит меня к отчаянию ропоту и обиде молиться можно по-разному и разных вещах и есть такой принцип если какая-то молитва ну какая-то просьба которая по человеку обращается так регулярно она остается без ответа наверное не очень нужна этому человеку выполнение этой просьбы скорее всего даже может быть вредным действительно вот это вопрос доверия богу насколько мы ему доверяем насколько мы готовы принять все что господь нам посылает или наоборот не посылает вот это одна из самых таких базовых составных частей нашей веры доверия богу как лучше поблагодарить бога в евангелии сказано кто любит меня тот заповеди мои соблюдает благодарность богу это любовь к богу любовь к богу это соблюдение заповедей вот благодарность богу может быть такое когда человек полагает для себя совершенно обязательной такой вещью жить по заповедям божьим быть таким каким хочет нас видеть бог наверное это самое главное можно ли просить о молитве в интернете заказывать требы по интернету или просто просить других людей надо ли молиться за тех о ком просят помолиться в соцсетях и люди и люди в комментариях пишут помоги господи действительно ли такая молитва давайте передачу сделаем на эту тему у меня много что сказать по этому поводу если вкратце я против того что сейчас вот буквально на моих глазах на наших глазах буквально несколько лет последних возникло вот такое я не знаю молитва по интернету да совершенно неправильно человек во-первых должен молиться сам первое второе если он хочет чтобы за него молились церковь он должен церковь прийти он должен написать свою записку подать ее в алтарь священнику вот и сам присутствует на этой службе и сам молиться самому молиться о тех близких ему людях о здравии о покоении о которых он хочет помощи божией это обязательно остальное все остальное это уже такое такое православие лайт к сожалению достаточно много священников сегодня это поощряют ну и это превращается в такой бизнес уже простите но такое частное такое да вот это сегодня служу литургию пишите записки можете жертвовать на банковскую карту номер такой ну вообще я считаю это даже не достойно так писать так говорить так писать а это сплошь и рядом сегодня в интернете спасибо владыка до свидания до свидания уважаемые зрители вы их это не 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 прием не вы это это вы 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 Продолжение следует...